Уровень жизни муниципалитетов – основной показатель развития региона в целом. В каждом отдельном городе о положении дел можно судить по социальной инфраструктуре – школам, детским садам, спортивным комплексам. В 2018 году региональный бюджет профинансировал более 250 объектов социально-культурного назначения. На эти цели было направлено более 8 миллиардов рублей. Высокую оценку депутатов Заксобрания получила реализация программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Реализация программы «Устойчивое развитие сельских территорий», благодаря которой улучшили свои жилищные условия 232 семьи, введены в эксплуатацию 2 школы, 5 домов культуры, 7 фапов, построены 9 хоккейных кортов и 15 многофункциональных спортивных площадков в сельской местности. К сожалению, развитие социально-культурной сферы пока не позволило сдержать миграционный отток населения. Это реальная проблема не только для нашего региона. Медицина. В этом направлении за последний год удалось добиться хороших показателей. На строительство и капитальный ремонт медицинских учреждений выделено почти полтора миллиарда рублей. С ноля построили две детских поликлиники, ввели в эксплуатацию стационар Аларской районной больницы и поликлинику в поселке Мегет. Помимо этого отремонтировали 64 медицинских объекта. Не осталось без внимания и спортивная жизнь региона. По словам губернатора, благодаря развитию спортивной инфраструктуры почти 30% жителей области регулярно занимаются спортом. В 2018 году построено 5 физкультурно-оздоровительных комплексов. Конечно, меня радует, что в 2018 году назначено строительство крытого ледового дворца. На мой взгляд, это очень важный объект физкультуры на территории Иркутской области. Такие объекты должны были строиться не в 2018 году, а в 2014-13 годах. Я надеюсь, что 2019 год будет тем годом, когда этот объект введут в эксплуатацию. Таких грандиозных строек на территории нашей области не было достаточно давно. И чемпионат мира 2020 года пройдет на высшем уровне. Огромных успехов удалось добиться и в развитии культурной отрасли. Материальную поддержку на ремонт и оснащение получили 160 муниципальных домов культуры. В целом, за 2018 год в регионе реализованы несколько десятков социально важных программ. Среди них – формирование городской среды, безопасные качественные дороги и не менее актуальная задача – создание туристической инфраструктуры. Ирина Шавлюк, Антон Бархатов. Местное время.